Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада вас приветствовать на Агустовском педагогическом совете работников дошкольного образования. Мы сегодня с вами работаем в дистанционном режиме, но я надеюсь, что в наступающем учебном году у нас появится возможность и для очного взаимодействия. Во всяком случае, я бы этого очень хотела. А сейчас мы приступаем к раскрытию той темы, которую запланировали для сегодняшнего обсуждения. Это цифровое пространство дошкольного образования. Зачем мы ставим перед собой задачу создания этого цифрового пространства? Так ли необходимо оно для развития современным детям? Не будет ли это во вред нашим малышам, если мы и в детский сад привнесем цифру, хотя и так уже достаточно много, в семьях наших детей? Вот все эти вопросы, они безусловно необычайно волнуют работников системы дошкольного образования. И хотя бы коротко мы попробуем эти вопросы сегодня рассмотреть. Итак, зачем и почему мы ставим перед собой такую задачу? К тому существуют причины внешние и причины внутренние. К внешним причинам мы можем отнести особенности мира, в котором мы живем, и задачи государственной политики в сфере образования. Особенности современного мира можно описать простыми словами. Мы с вами живем в сетевом обществе, и цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии пронизывают все сферы нашей жизни. Без них наша жизнь уже не существует, немыслимо. Если мы в какой-то из дней оказываемся отрезаны от интернета, то этот день можно смело считать выброшенным из нашей жизни. Во всяком случае, в плане нашей работы, коммуникации со многими нашими друзьями и близкими, этот день считается потерянным. Так вот, жизнь в этом сетевом обществе накладывает очень серьезный отпечаток на развитие наших детей, на развитие их психических процессов, памяти, внимания, мышления, воображения, а также на развитие личностных качеств, становление черт характера наших детей. Их недаром называют цифровыми аборигенами. Особенности этих цифровых аборигенов, которые чувствуют себя как рыба в воде в этой цифровой среде, безусловно, мы учитываем, ставя перед собой задачу создания цифровой среды детства. Эту причину и особенности наших цифровых аборигенов мы можем отнести к внутренним причинам, которые обусловили нашу работу. А вот одна из внешних причин – это стратегические направления развития образования, определенные документами федерального уровня. Указ президента Российской Федерации, который Владимир Владимирович Путин подписал 7 мая 2018 года, сразу же после инаугурации, и который определил национальные цели и стратегические задачи развития всех сфер социально-экономической жизни нашей страны на период до 2024 года. Всех сфер, в том числе и сферы образования. Так вот, одной из стратегических задач в сфере образования является создание каждой образовательной организации современной и безопасной цифровой образовательной среды, которая обеспечивает высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Я акцентировала ваше внимание на слове уровней, чтобы вы оценили, что данная задача, стратегическая задача, актуальна и для нашего уровня дошкольного образования. И с нас, безусловно, спросится, а что, собственно, в вашей дошкольной организации сделано для развития этой цифровой среды. Но не только положение указа определяет нашу работу, еще и положение других нормативных документов, которые позволяют нам удовлетворить потребности детей в познании с помощью понятных им инструментов технологии, цифровых инструментов и технологии. Взгляните, пожалуйста, вот он наш стандарт дошкольного образования, который целью любого детского сада определяет полноценное и радостное проживание детства как уникального периода развития и формирования личности ребенка через поддержку естественных процессов развития воспитания и обучения. И во ВГОСе перечислены те естественные культурные практики, те естественные виды деятельности, которые определяют развитие нашего ребенка. Это игровая деятельность, конструктивная, поисково-познавательная, поисково-экспериментальная деятельность, продуктивная, музыкальная, восприятие художественной литературы и другие. Так вот, когда мы говорим про и другие, мы имеем в виду, что для наших цифровых аборигенов деятельность в цифровой образовательной среде является столь же естественной, как игровая, конструктивная, поисково-экспериментальная и прочие виды детской деятельности. Это тоже естественная для них культурная практика. И сбрасывать ее со счетов, не обращать на нее внимания, мы не имеем никакого права. Принципы формирования цифровой образовательной среды в детском саду совпадают с теми принципами развития и формирования развивающей предметно-пространственной среды, которые опять-таки определены стандартом дошкольного образования. Их там шесть этих принципов, шесть требований к развивающей предметно-пространственной среде. По отношению к цифровой среде они тоже актуальны, но мы трактуем их в несколько ином аспекте, с несколько иной точки зрения. Содержательную насыщенность мы понимаем точно так же, как это понимает и стандарт. Цифровая образовательная среда должна обеспечить реализацию содержания всех образовательных областей, обеспечить эмоциональный комфорт нашего ребенка, его психологический комфорт, его психологическую безопасность в том числе. Это значит, что нельзя цифровую среду ограничить набором разрозненных цифровых образовательных ресурсов. А вот мы в эту игрушку поиграли, а вот мы этот диск поставили и здесь у меня дети что-то там поделали, все на пользу развитию. Нет, мы говорим об интегрированной системе, которая позволяет реализовать все содержания всех образовательных областей. Точно так же вариативность нашей образовательной среды, она должна отвечать вариативности тех образовательных программ, которые в настоящее время есть в дошкольных образовательных организациях. А наши основные образовательные программы разрабатываются на основе примерной и тех вариативных образовательных программ, которые включены в навигатор. А их там три десятка этих программ. Так вот, цифровая среда должна быть такова, чтобы иметь возможность вариации для реализации всех этих основных образовательных программ, в том числе адаптированных образовательных программ. Трансформируемость, когда среда может учитывать конкретные условия, созданные в данном детском саду, конкретный контингент детей, конкретный педагогический состав данного детского сада, его местонахождение, его традиции, его истории, социальный состав родителей наших воспитанников. Вот это трансформируемость, полифункциональность, решение самых разнообразных образовательных задач, которые диктуются разнообразными образовательными ситуациями. И для этого ресурсы нашей цифровой образовательной среды должны быть пригодны. Ну и доступность и безопасность. Они тоже понимаются по-разному. Безопасность это прежде всего соответствие закону о защите персональных данных. И размещение сервисов цифровых образовательных ресурсов на наших серверах, отечественных, не на зарубежных серверах. Это крайне важно. И доступность функциональная и содержательная. Наш ребенок должен понимать, что он делает, как он делает и почему именно эта игра ему нужна сейчас для развития. А вот разные форматы, вот то, что мы говорили как раз о трансформируемости нашей образовательной среды. Два основных формата работы детского сада. Дистанционная форма и очная форма. Очная форма, когда дети приходят в группу, когда они находятся в помещении на территории детского сада, когда непосредственное взаимодействие с педагогами происходит. Дистанционная форма, когда дети по каким-то причинам не могут посещать детский сад. И там и там нам необходима цифровая образовательная среда. И там и там она может, помогает нам так построить образовательный процесс, чтобы обеспечить полноценное развитие нашего ребенка. Ну и в соответствии с этими требованиями, с этими принципами мы можем определить структуру нашей развивающей цифровой образовательной среды, в которой контент или содержание образования должно сочетаться с подсистемой управления образовательным процессом. А эта подсистема должна обеспечить и взаимодействие всех участников образовательных отношений, и планирование образовательного процесса в цифровой среде, и модель смешанного обучения, когда часть содержания образования реализуется с помощью цифровых ресурсов и технологии электронного обучения, а часть с помощью традиционных видов детской деятельности. И, наконец, модуль персонализации и индивидуализации. Принцип индивидуализации – один из важнейших и трудно реализуемых принципов нашего стандарта, и цифровая среда должна содержать возможности для реализации этого принципа. Примером построения такой современной и безопасной цифровой образовательной среды является интерактивная образовательная система, мобильное и электронное образование, детский сад, МЭО-детский сад. Здесь образовательный контент представлен функциями для младшей, средней, старшей и подготовительной группы, для всех дошкольных групп детского сада. И этот развивающий образовательный контент встроен в подсистему управления образовательным процессом. Здесь среди инструментов управления образовательным процессом является матрица назначения заданий для педагога и индивидуальная образовательная траектория для ребенка. Вот они, инструменты индивидуализации и персонализации. Инструментами взаимодействия являются видеоконференции и личные сообщения, разнообразные мессенджеры. И есть органайзер для планирования образовательного процесса. То есть все те подсистемы, про которые я говорила выше, здесь безусловно учтены. Главной особенностью этой системы является то, что она направлена не на развитие отдельных знаний, умений и навыков нашего ребенка. Она построена не по принципу зуновскому, она построена по принципу развивающему и ориентирована на развитие навыков и компетенций 21 века. Главное из которых это развитие личностных качеств, тех черт характера нашего ребенка, который позволяет ему гибко адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. И именно эти личностные качества являются целевыми ориентирами, заложенными в наш стандарт дошкольного образования. Именно на них в купе с развитием компетенций, психических процессов, а также базовых знаний, умений и навыков ориентирована наша система. А кроме того, система позволяет под этот портрет ребенка, который мы только что видели, создать еще и модель современного педагога, который тоже будет обладать базовыми знаниями, компетенциями, личностными чертами характера, позволяющими ему работать с нашими цифровыми аборигенами. На это направлены не только возможности системы, но также и все то сопровождение, методическое сопровождение, которое мы даем нашей системе, включая полноценные курсы повышения квалификации для работы педагогов в цифровой образовательной среде. Вот это крайне важно. Очень большое внимание уделяется в системе построения эффективного сетевого взаимодействия, когда у педагогов развиваются компетенции по деловому общению в сети, сетевого этикета, и освоение ими технологии онлайн и оффлайн образования через те самые модули управления образовательным процессом, про которые я уже говорила. И вы знаете, что очень интересно, и это подтверждается практикой работы дошкольных образовательных организаций, которые уже внедряют систему МЭО «Детский сад», уже используют в своем педагогическом процессе эту систему. Данное сетевое взаимодействие позволяет подключать сюда самых разных участников. Посмотрите, здесь и педагоги дошкольной организации, и педагоги начальной школы. Вот оно, то самое реальное построение преемственности, над которым мы бьемся уже не одно десятилетие. Где она, эта преемственность? Да вот здесь мы ее получаем. Реальное взаимодействие, когда педагоги начальной школы могут видеть динамику развития наших детей, их стартовый капитал, скажем так. А наши педагоги детского сада видят требования, во-первых, начальной школы, а во-вторых, могут увидеть, насколько их педагогические усилия помогают ребенку быть успешным уже при обучении в школе. Педагоги дополнительного образования, которых нет в штате нашего детского сада, но которые могут принимать участие здесь. Педагоги коррекционного образования, в том числе ПМПК, которые тоже есть в штате не каждого детского сада, но с помощью дистанционных технологий сетевого взаимодействия мы можем и обеспечить занятия с детьми и взаимодействие с семьями. Здесь же у нас родители, безусловно, как активные участники образовательного процесса, а ведь наши родители тоже могут быть отнесены к тем самым цифровым аборигенам, к тому самому цифровому поколению. Они легче коммуницируют в сети, чем с глазу на глаз с педагогом. И мы, собственно говоря, обеспечиваем им такую возможность коммуникации и взаимодействия, реализации того самого ответственного родительства. И практика показала, наша прошлого года, что мы сюда можем очень эффективно подключать педагогические колледжи. Они у нас практику прошли в дистанционном формате во время нашего карантина и самоизоляции в период пандемии. Мы их подключили и великолепно они здесь работали. Так мы можем сюда подключать и учреждения повышения квалификации. И это тоже совсем неплохой опыт нашего взаимодействия. Разумеется, уважаемые коллеги, мы говорим здесь о реализации технологии смешанного обучения. То, о чем я говорила. Часть образования, безусловно, мы реализуем с помощью технологии электронного обучения, цифровых образовательных ресурсов. Но при этом ни в коем случае не забываем о том, что ребенку нужны и традиционные виды деятельности. Мы вновь и вновь говорим об эффективном сочетании традиций и инноваций. Конечно, уважаемые коллеги, в рамках очень короткого выступления я вряд ли смогу раскрыть перед вами все особенности и преференции, скажем так, нашей системы, все ее разнообразные возможности. Но мы многократно говорим об этом и в системе наших вебинаров, и на курсах повышения квалификации, и на конференциях. В частности, на ММСО наша система была представлена очень успешно со всеми ее инструментами управления образовательным процессом. И также мы раскрываем особенности нашей системы и ее возможности для реализации положений стандарта, профессионального стандарта педагога или проекта профессионального стандарта педагога дошкольного образования, даже нашего дошкольного профстандарта. Когда новый формат взаимодействия воспитателей и родителей в цифровом среде, в цифровой среде требует новых компетенций педагогов, компетентностей педагогов и, собственно говоря, побуждает педагогов к развитию этих компетенций. Ну, в заключение, очень коротко, уважаемые коллеги, что может нам принести внедрение вот такой цифровой образовательной системы? Конечно, мы реализуем указ, к нам приходят спрашивать, мы говорим, а вот, посмотрите, вот у нас создана такая полноценная цифровая образовательная среда. Еще раз, не набор разрозненных ресурсов, а именно среда, обеспечивающая реализацию образовательной программы. Это крайне важно. Мы получаем также хорошо отработанную систему взаимодействия с родителями, в том числе дополнительные материалы по информационному взаимодействию в цифровой среде, которые в систему может быть и не включены, но предоставляются педагогам, работающим в данной системе. Ну, как я уже говорила, да, мы работаем и на реализацию положений профстандарта, и на организацию детской деятельности в естественной для них цифровой образовательной среде, а также мы работаем на реализацию принципа индивидуализации дошкольного образования, что крайне важно для в ГОС дошкольного образования на самом деле. Более подробно вы сможете ознакомиться с системой на сайте нашего методического сопровождения, и если вы проявляете такой интерес, то мы готовы работать с вами более плотно, и я думаю, что данная работа будет удовлетворительно, принесет удовлетворение всем и нам, и вам, поскольку помогает нам действительно очень качественно и интересно для детей и педагогов организовать образовательный процесс в современном детском саду. Большое спасибо за внимание. Вот мой личный адрес электронной почты. Пожалуйста, обращайтесь. Мы рады будем взаимодействовать с вами и дальше. Всего доброго.